Здравствуйте, друзья! Очень интересно приехать в Москву и увидеть знакомые пермские лица. Это мы? Нет, это мы. Кого-то из этих лиц. Я когда-то даже чему-то учил. Это меня. А у кого-то учился сам. Это у меня тоже. Да, да. Много разных кошмаров на свете. Но представьте, какой парадокс. Самый страшный кошмар — это дети. Сколько пролито пота и слез. Я учитель. Я доблесный витязь. Карту в зубы. И в класс словно в бою. Всем лежать! В смысле это? Садитесь. Сейчас, ребята, чуть-чуть. И домой мы сражались. Минута так сорок. Не на жизнь, а так балла на три. У меня почти кончился порох. Дети в сердце мне склад подожгли. Загорелся пожар от обиды. От обиды залило в груди. Я стоял и их всех ненавидел. У меня еще все впереди. Я заставлю их прыгать на стены. Мы историки. Звери в душе. Ладно, кончим урок. Перемена. Перемена. Идите уже. Я совсем забыл представиться. Если в этом есть необходимость. Меня зовут Костя Завалин. Я из города Пермь. Здесь я оказался случайно и по пути. Спасибо Антону. За то, что он предложил отыграть сольные концерты. Вообще мы с Григорием Донским едем по нескольким городам нашей большой страны с концертной программой, которая называется «Радио Бессараби». И, собственно говоря, раз уж мы едем и, в общем, в готовом рабочем состоянии, сегодня концерт будет состоять из двух частей. Первое отделение от игры один. А во втором мы немножко проанонсируем наш концерт, который пройдет 10 февраля в ресторане-клубе «Шагал». «Радио Бессараби» в начало в 7 часов вечера, по-моему. Ну, как вы поняли, я когда-то работал в школе. Судя по песне, которая прозвучала, работал я там одну четверть. Гордиться мне нечем. И, в общем-то, мое педагогическое образование пригодилось мне в другом. Так получилось, что сейчас, например, мои песни поют, точнее не поют, а ставят детям на уроках кривей в первой школе. Почему это случилось, сейчас расскажу. У нас в крае обнаружили однажды скелет мамонта. Ну, все думали, что это мамонт. А когда начались раскопки, оказалось, что это трагонтериевый слон. Это предок мамонта. Он жил 200 тысяч лет назад. У него еще есть второе название – степной слон. Он выглядит, как настоящий слон, так и лысый. И не с закрученными бивнями, как у мамонта, а с длинными прямыми. Вот. И я участвовал в раскопках как журналист. Чтобы донести информацию до людей в понятной и доступной форме, пока я шел из лагеря до раскопа, я быстренько придумал песню. Главная задача которой – сделать так, чтобы люди, взрослые и дети запомнили сложное название древнего животного – трагонтериевый слон. Я думаю, что сегодня большинство из вас уйдет отсюда, напевая эту песню. И как называется этот зверь, вы запомните абсолютно точно. Не ошибетесь. Песня такая, песня-репортаж в своем роде. С повествованием того, как происходили раскопки, что там вообще было. И, собственно, с прямыми цитатами ученого-балеонтолога, московского ученого Евгения Мащенко. Очень крутой специалист по мамонтам и слонам, трагонтериевым. Я спросил его, а что случилось со слоном-то? Почему он умер? Ну так как что случилось, ответил мне ученый. Он старый был, шел, устал и умер. А, да. Драгонтериевый слон лежит под землей на камерике. Его случайно нашли любаки. Хотели находку в музею продать, но в Пермском музее не лыком шито. Собрали людей, отправились в путь. Тут поискали, там поискали. И скоро ученые отыскали. Старый-старый слоновий скелет, которому двести тысяч лет. Думали все, что это был мамонт. Но главный ученый сказал, что этот раконтериевый слон. Древний предок мамонта. Этот слон был очень старый. Он устал и умер. Найденный скелет слона, потом поставят в Пермский музей. Трудно живет наша страна. Но хорошо, что есть у ней такие реальные пацаны. Такие нормальные девчонки, которые откапывают мамонта. Вернее, это не мамонт, а... Траконтериевый слон, у страны теперь есть и он. Траконтериевый слон, конечно, не Крым, но тоже наш. Траконтериевый наш. Траконтериевый слон, траконтериевый слон. Скоро он найдет свой дом. Траконтериевый слон, ножками не топ-топ. Траконтериевый слон, ушками не хлоп-хлоп. Он ни низок, ни высок, или череп позвонок Он ни близок, ни далек, мертвого слона кусок Где же он, где же он, траконтериевый слон Перед ковылюдый склон, Ахамский район Траконтериевый слон, траконтериевый слон Траконтериевый слон, запомни это имя И есть у меня еще одна песня про слона Она тоже такая пермская Меня спрашивают часто, что за слон у тебя в этой песне Я раньше не знал, что ответить И просто пытался людям пересказать содержание текста Более понятным, более понятные в прозе Но теперь я понимаю, что этот слон траконтериевый Запомнили, кстати, название? Конечно Ну вы, так видите, отличницы, молодцы Проспекты усыпаны снегом и солью Разъевшие насквозь мерзлоту тротуаров Бывает, идешь на работу с просонья И сам себе кажешься дряхлым и старым В крови витамины взрываются с хрустом А в сердце так пустое, как будто ты люстра советская Пыльная, с листьями клёна и тленом на потолке И сердце так пустое, как лампа в руке Ночью луна в море и в лехах ползает в облака Гонят слона со станции по хребкам О, этот запах люлей, танцы гормонов, сон февролей Будто картонный делает шаг на врождённый слон Топот его, член разделен, хобот его будет метелей Целый декабрь, целый январь он знал Слон, убрать последний месяц слонов Эй, слон, последний месяц А вечером я завернусь в одеяло И сяду на кухню мечтать о хорошем пить водку Из розовых старых бокалов, что розовым стало Всё чёрное в прошлом За стенкой сопит божество этих окон И дом, словно кокон, под бдительным окон Заведомо медленно тронут вагоны И снова, как будто во сне Уходит со сталь на слоне Вроде весна и не близка Но по стальным мосткам Гонят слона со станции по хребкам О, этот запах люлей, танцы гормонов, сон февралей Будто карва тонны делает шаг На вырождённый слон Весом в тысячу тонн Опыт его, член разделен хлопот Его будет в метели Целый декабрь, целый январь Он знал Слон Февраль, последний месяц слонов Эй, слон Последний месяц Февраль Это не только последний месяц слонов Но ещё и последний месяц зимы И, собственно, в феврале уже так Гормоны Начинают поигрывать Я подарю вам леденец И алых роз Растает сахар на булах И, может быть, растает в сердце вашим лёд Что там намёрз И я умирному теплу Не дам остыть Вся розы высохнут в окне И лепестки Их станут бабочками Вся тут вам на грудь На лоб, на плечи, на живот И на руки И знаю только я один Как их вспугнуть Гормоны Гормоны Качи горлювы Постанцы Пальны на всю башку Таятся чайевары в крови и жгут, жгут, жгут. Таятся чайевары в крови и жгут, жгут, жгут. Я пойду вас за собой, дорога и грез. И пусть меня в конце пути ждет ваше, нет, но ваше платье это бабочки. И износ, и сердцу вашему со мной тепло вполне. И вот решительный нет, слетая в стул, прохладным шелком опадают лепестки. И кровь выстукивает пыль в моем мозгу. И прилетает по лесу тепло, руки, дорогой, дачи, горы, любви, повстанцы. Больные на всю башку таятся чайевары в крови и жгут, жгут, жгут. Таятся чайевары в крови и жгут, жгут, жгут. Таятся чайевары в крови и жгут, жгут, жгут. Так получается, что некоторые песни у меня ходят парами. И вот у этой песни есть такая пара. И предыдущая песня, которую я сейчас пою, это песни, которые были написаны специально для... Есть такой, на самом деле, пятый корпус. Теперь мне, может быть, слышали. Вот там есть такой малоизвестный артист Григорий Тонской. Он там играл. А, так вот, значит, пара этой песни. Как мне прийти к тебе? Я вижу тебя через боль и страх, через пустоту. Расставание лишь кольцам на воде. Горечь на губах, пепел на лету расстояний. Я не видел тебя во сне, я вижу тебя во сне. Там только тень и слов, где любовь, где лёд. Если не мода, откроение там. Глаз твоих тепло, рух твоих полёт. После маяка пробуждения. Я видел тебя во сне, я видел тебя во сне. Я видел тебя во сне, я тебя видел. Как мне тебя найти, если наяву музыка и всё. Если ты нигде, некуда идти. Тени уплывут, ветер унесёт, кольца на воде. Кольца на воде. Смотрите. Аплодисменты. Ты летишь под облака, Птица белокрылая, А на небе радуга, Милая. Не улетай, не улетай, Слышишь, не улетай. Все четыре стороны, И зала остылая, Разгалдались вороны, Милая. Не улетай, не улетай, Слышишь? Не улетай, не улетай. Ну, в этой песне все кончилось плохо. Один из героев улетел. А вот в следующей песне он хотел улететь и даже, в общем, не обещал вернуться, но вернулся. Это песня о мечте, песня, история о настоящем человеке, который живет в реальной жизни. Он мечтал построить своими руками самолет, подняться на нем в небо и выполнять на нем фигуры высшего пилотажа. Человек это не богатый, он живет в пригороде Перми в стареньком домике на первом этаже, там, трехэтажный сталинский домишко такой. И я к нему тоже приходил как журналист, чтобы записать интервью с человеком, который умудрился без чертежей и каких-то заводских деталей своими руками, там, используя подручные материалы, например, какие-то лонжероны, он вытачивал из фанеры от задней стенки шкафа, который у него в комнате стоял. Он в комнате собрал этот самолет, выточил все детали, вырезал, вынес по частям через окно, уже завершил сборку снаружи во дворе, ну и в итоге вот эта машина у него отлично летает. Он выполняет на ней фигуры высшего пилотажа в разные бочки, в мертвые петли. И ему 63 года сейчас. В общем-то, вот в этом возрасте он так себя развлекает. Я к нему, повторюсь, приходил как журналист, меня предупредили, что этот человек очень закрытый, что с ним разговаривать тяжело, но, тем не менее, разговор у нас получился. Говорили мы часа три, и в итоге, когда я пришел домой заниматься самой скучной частью работы, расшифровкой, я включил записанный файл, вставил наушники в уши, создал документ на столе, назвал его «Любитель Летчик Иванов». И понял, что я не буду сейчас расшифровывать ничего, я буду писать песню. Любитель Летчик Иванов построил самолетик, на нем он вылетел в окно, на бреющем полете. Он жил на первом этаже, полвека, как уже. Однажды Летчик Иванов махнул рукой и был таков. Он сказал Поднялся Летчик Иванов на небо и смеялся, О небе он мечтал давно, на землю не вернется. Глядит он вниз, а что внизу, болото там, да кочки, еще там дом, а в доме том, живут жена и дочки. От винта От винта От винта От винта От винта Наполнен счастьем каждый вдох. Рождённый ползать может, летать И это видит Бог, и он смеётся тоже Привет жене и дочкам, я улетел, и дочка Подумал лётчик, этот час подвинул Газ от верта Тут вспомнил лётчик Иванов Как вместе выносили аэроплан через окно И как они просили, на небе ты Забудешь всё и то, и всё, но Навсегда не улетай, вернись сюда Стряхнулся лётчик Иванов и потянулся сладко Стучит мотор, дрожит крыло и хрюкнет прокладкой Кладёт машину на бой Садиться как-то надо Он впредь не раз сойдёт с небес И пропоёт себе вот так От винта От винта От винта От винта Любитель лётчик Иванов построил самолётик На нём он вылетел в окно на бревщем полёте Об этом он всю жизнь мечтал Пусть каждый, кто не улетал Себе под нос хотя бы раз Шепнёт приказ Сейчас От винта От винта От винта От винта От винта От винта А ты, Венитарь Иногда просто смешных детских, а иногда и не совсем смешных, и совсем не детских А когда взрослых спрашиваешь, о чем вы мечтаете А взрослые молчат и смотрят в пол Ну, вы, наверное, тоже о чем-то мечтаете В общем-то, мечты мечтами Мечтать нужно о чем угодно Жизнь иногда бывает не такой уж и простой Так получилось, что в определенный период времени мне довелось поработать таксистом И мы приехали в Астрахань с Гришей Оказалось, что мой хороший друг Который в мае должен стать доктором наук исторических Тоже не так давно работал в этой сфере Я подумал, ну, да Ничего страшного, наверное, в этом нет Слушай, как растет твоя борода Пока ты стоишь на светофоре на красный Манят огни ночного города Жизнь удивительна и прекрасна Кто там сегодня в машину сел Бабушка, гейгерист и призерша Тружит Марусина карусель День за днем веселей, но горше Таксисты, как танкисты Под танк не лезть, под танк не лезть Тут сотка, там триста, а где-то и сколько есть Если таксист ваш окончил вуз И сел за руль так, как денег нужно Значит, в стране какой-то конфуз Зато клиенту ехать не скучно Машина сквозь лужи грязь несет За ночь работы истории треща Если написать про это все Ходят паусы, где-то почище Таксисты, так журналисты Тут конфликты, там интервью Тут сотка, там триста Доехали и адью Чем хуже жизнь, тем больше такси Такси размножаются Если плохо, хорошую жизнь Меня навеси С таким заказом на счетчик Кофе, ка если доедем по адресу Там хорошо можешь оставаться Попросишь денег, а я принесу Главное ехать и не сдаваться Таксисты, как оптимисты Желтые машины, красные глаза И сотка, находка И спать никогда нельзя Атрель, печень, горит, суббота Жжет, город бьется, что сердце ланит Вон в человеке, вон стоит и ржет Просто человек ухара Просто человек с ума сошел Как растет твоя борода Пока ты стоишь на светофоре На красные фолнят огни ночного города Жизнь удивительна и прекрасна Жизнь удивительна и прекрасна Жизнь удивительна Апрель, печень, горит, суббота Жжет, город бьется, что сердце ланит Апрель очень горит, суббота жжёт Город пьётся, что сердце ловит Апрель очень горит, суббота жжёт Город пьётся хорошо Сейчас будет короткая композиция Она называется Утрогриго Всё Умерся литёр Василий Он был как сын, я как брат Умер от алкоголизма, поскольку я бросил пить, а он нет Умер, выходит он от насилия, я стала быть виноват Ставлю шестую клизму себе, предавая тело его земле Залитёр он был не ахти такой, но понятливый и добродушный Господи, храни его душу Господи, спаси его Господи, храни его душу Понятого кушу Мною он был обучен немецкому И не то чтобы в совершенстве Но знал, мог перевести слово Пляштифт Неоднозначно причём Полиглот С его помощью вообще они не брезгивали Сбегать ночью за водкой в ларёк Из окна А утром, когда заведующая нас запрашивала Откуда мы взяли водку И зачем всю ночь пьяно орали песни Зачем мы ходили по этажу маршем Кто снова нагорел в душе дверей кабинета Кто залил рвотными массами всё крыльцо общежития Но мы молчали И салитёр молчал Поскольку он был за нас Помянем салитёра Василия Невинную жертву насилия Господи, спаси его душу Господи, храни его Господи, спаси его душу А не толку шум А не наехала бы на меня заведующая И салитёр, наверное, был бы же Вывод отсюда следующий Зверя погубила она Вообще начальству возмущаться гораздо И кто-то из-за этого постоянно гибнет Пусть на этот раз это был салитёр Василий Он тоже человек Хоть и салитёр Пусть на этот раз это был 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 салитёр уже история откуда вообще взялась радио бессарабия григорий мне однажды позвонил и сказал у вас будет такой проект называется радио бессарабия ты не против нет а что для этого нужно нужно написать песню хорошо сколько две одну про цыган вторую про бессарабию про бессарабию григорий написал а я написал про цыган ну в общем то про цыган пушкин написал александр югеевич а я просто перечитал и пересказал главная цыганская мудрость краденая лошадь дешевле краденое небо синий краденая песня душевная краденое сердце больней поль цыган пой пой хороший будет тебя постой будут и кроши как закипает кровь как распевают птицы сколько еще любовь в ночь тебе будет сниться играй цыган играй выиграй душу трогает степень маль я буду слушать в облаке спит луна облако тает вскоре в небе луна одна а облаков море врешь ты цыган врешь беги залез и враги ты ее сбережешь если не будет драки бежал бы себе бежал жил бы хороший в сердце твое кинжал жив уничтожен табор опять уйдет в утро уйдет в туманы дикий они народ эти цыганы беги лежит цыган лежит ляжет она тоже степь одна убежит крадина лошадь в степь убежит крадина лошадь Есть у нас в Хернском крае один горнолыжный курорт, небольшой. Он находится по соседству рядом с несколькими сразу заброшенными пионерскими лагерями. И хозяин этого курорта пробежался по этим лагерям и собрали остатки статуй пионеров, которые когда-то, как и античные статуи, должны были символизировать и славить красоту и молодость. Но выглядели они, мягко говоря, не очень. Там, например, было полволейболиста, верхняя половина волейболиста, который держал в руках мяч. В левой руке снизу одну половину мяча, а в правой руке сверху вторую, такой разорванной пополам. Там был мальчик на одной ноге, который держал в правой руке левую руку свою. Там была девочка без глаз. Ну и вот, в общем, такая компания. И все это стоит на полянке. Вот такие настоящие пионеры-зомби. В общем. Здравствуйте, ребята! Начинаем утреннее зомби-упражнение. Встаньте прямо, руки вытяните перед собой. Глубоко вдохните на месте, шагом марш. Пионеры никогда не умрут. Кто сказал, умрут? Эти люди врут. Пионеры-зомби, пионеры-зомби Никогда, никогда не умрут. Пионеры-зомби, пионеры-зомби Никогда, никогда не умрут. Гипс на лицах оживит вода. Гимн сыграет ветер в провода. Пионеры-зомби, пионеры-зомби Двинут, строим туда, где беда. Пионеры-зомби, пионеры-зомби Двинут, строим туда, где беда. Ху-ан-хэ сковала льдом Ху-ан-хэ мы раскуем Пионеры-зомби, пионеры-зомби Раскуем, пуем, пуем, пуем Нет, у нас ни дома, ни страны Мы качуем, будь до цыгаты Пионеры-зомби Пионеры-зомби Двуха в ветру, вольному верты Эй, зомби-пионеры Встретили Гомера Калимера, брат Калимера Он их потрогал за руки, за ноги И решил, что это были боги А это были никакие не боги Головы, груди, руки да ноги Пионеры-зомби, пионеры-зомби У эпохи стали на пороге Тысячи стаду и разум оживают Сердца лицовые вырывают Как привет из сада, как олимпиада Факелами души пылают Как привет из сада, как олимпиада Факелами души пылают Пионеры-зомби Кто сказал умрут? Эти люди врут Пионеры-зомби Пионеры-зомби Никогда, никогда не умрут Никогда, никогда не умрут. Никогда, никогда не умрут. Река и дорога, древняя река. С неба то льет, то не льет, Но если льет, то льет и льет. Тот, кто не пьет, тот пьет, Кто не пьет, а тот, кто пьет, тот пьет. В нашей компании льется, То семьи, то восемь. В нашей компании льется, То семьи, то восемь. В нашей компании восемь весел, но мой друг немного же поруг Он весло утопился, а вся моя весела стала семь А друг другой мой, нормальный такой, от катабарана толкнулся на горы Долго нырял, но устал, но весло достал В нашей компании весел, никто, никто не бросил В нашей компании весел, то-сек, то-сек, то-восек Сколько идем мы, никто не знает, третью неделю дождь полипает Боссман ворочит и не варит кок Капитан до усов промок нам до смерти, надоел капитан Но без него наш катабаран река унесет в туман В тумане камень метлан Еще когда был бронзовый век, подписанным камнем жил человек Теперь там людей давно уже нет, но тот человек оставил свой след Он взял в руки похру, забрался на скалу и хотел рисовать слона Но не случилось, не получилось, зато получился лось Катамаранщики, дураки, ловят катамаран из реки Еще вчера катамаран был, а ночью раз и уплыл прилив От красной вишерской и до баи Вишера, это вам не копай, зато гитара гавайская И песенка растолбайская В нашей компании весел То 7, то 8 В нашей компании весел Никто, никто не бросил В нашей компании весел Тут 5, тут 3 Посмотри, посмотри, какое небо Посмотри, какое солнце Посмотри, раз, два, три Рыба, берега, носились мне Ой-е-е-е-е-е Песня, которую я сейчас пою Есть 3 куплета Смысла в них искать не нужно В каждом из последующих куплетов Смысла меньше, чем в предыдущем Самое главное, что есть в этой песне Для нас с вами, это припевы Припевы нужно постараться запомнить Первый куплет Давайте попробуем Позапоминать Второй потренироваться Порепетировать А третий уже так полноценно Спеть вместе со мной Ну, кто не стесняется Кому не влом И кому вообще прикольно Песня называется Вальс, трись, опось Вальс, трись, опось Это 4 слова В этой песне не будет политики Санкций Путина и Кремля Эта песенка не для критики Эта песня забавы для Здесь не будет столиц и провинции Ни бюджетных и не будет средств Ни коррупции, ни полиции Ни загубленных, думая, детств Здесь не будет совсем чиновников Пиджаков, бюрократов, молобов Будет только чуть-чуть любовников Потому что вальс про любовь Запоминаем слова Трися, пусть Если медведь Белый медведь Не медведь Не трись, а пусть Не трись, а пусть Если лось Не трись, а пусть Не трись, а пусть Трися, пусть Только медведь Белый медведь Вот эта песня вторична полностью, только этим и хороша Я пою ее с чистой совестью, и спокойна моя душа Чувства верующих не тронуты, не разбужат народный гнев Кто-то скажет мне, что я тронутый, я в ответ зарычу, как лев Эту песню исполнят барды для простых российских людей Чтоб люди узнали, чтоб люди узнали всю правду про медведей Трися-пось, если медведь, можно репетировать уже белый медведь Не медведь, не трися-пось, не трися-пось, если лось Не трися-пось, не трися-пось, не трися-пось, только медведь, белый медведь В этой песне нету обмана Смысл в ней ясен, как ясен пень Если ты барсук, игуана, капибара или олень Ось земную тогда не трогай И не надо мне тут репеть Тупой мимо своей дорогой Если ты не белый медведь Три, четыре, оп! Трися, пусть, если медведь Не трейся, пусть, если ложь Не трейся, пусть, не трейся, пусть Трися, пусть, только медведь Белый медведь Так, ну и, собственно, пора, наверное, двигаться к перерыву Если у кого-то есть какие-то пожелания, может быть, то... Там, сверх того, что я пока... Еще раз предыдущий Да, дорогая? У меня есть два пожелания Первое — это романтика, а второе — это песня о солдате, который там... Песня для иной жизни Вот, да, вот это, да, точно А романтику тебе точно надо? Да, нам надо Пожалуйста Космос не для меня, это уже Хорошо Хорошо Ну вот Так, мы сейчас еще с вами минут на сорок Подождем Романтика Могу забыть слова? Хорошо Хорошо Я писал столько песен про крылья, но пока что хожу по земле Мне казалась романтика пыльной, а она оказалась в зале Но не в той, что холодным утром дышит в поле теплом костра А искусственной точно пудрой на лице старухи с утра И сквозь этот убогий самон иногда и не разглядишь Бардовские дети чувствуют себя, что там с алыми парусами Вроде, кажется, там парит То ли флейта играет тихо, или струна рвёт гитарист А кажется, похоть-прихоть, пьяный крик и безумный свист Я устал говорить и слушать, я никак не могу понять Как живую людскую душу на муляж могли променять Раньше были седые дали, ну а нынче другой сюжет Нервы, может быть, и из стали, от душа из папе машет Вот теперь и гадайте сами, где играет смешной битвист Где корабль шумит парусами, или струны рвёт гитарист Что же спряталось там под пылью, что же теплится там в зале Я давно не писал про крылья, я устал ходить по земле Песня длиною в жизнь У неё тоже есть пара, песня на неё совсем не похожа Она называется «Лючия» Мы её, наверное, 10-го числа споем В «Лючии» там есть такой текст на немецком языке «Тише стучит барабан» «Сердце бьётся» Когда, по-моему, Григорий попросил меня перевести эти слова ему на русский Я перевёл, он говорит «Классно» Я подумал «Да, это ж можно целую песню написать ещё одну» Он старый солдат, барабанщик полковой Вся жизнь прошла напередобой Всю жизнь барабан он бил, он бил, он родину любил Бил, значит, любит, и родину звала И юность прошла, и молодость прошла Он старый, и всё, что он умеет Порчать, его пора постучать А ведь когда-то, возвращаясь домой Он различал её улыбку в толпе Она как будто бы звала за собой Ему как будто бы хотелось запеть Он понимал, что завтра могут убить И не сложится их счастливой семье Она могла бы ему сына родить И нету счастья на земле И каждый день на площади дробь звучит Пока у барабанщика сердце стучит Бьётся, значит, любит, а больше ничего И нету у него Всё громче стучит барабан Сердце бьётся Кромче стучит барабан Сердце бьётся Она, старуха с вуалённой лицей Когда-то была красавицей Мечтала С войны он придёт Придёт И замуж позовёт Мечтала, любила А что важнее Мечты любви Семьи и детей И как так случилось Что он ушёл опять Ей было не понять И каждый день она на площадь идёт Чтобы как будто покормить голубей А там старик как будто на смерть ведёт Отважный полк Две с лишним тысячи людей Она всю жизнь безумно любит его А он безумец Только всё же любил её одну и что И ничего И уходил И уходил Тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум Однажды он в город вернулся навсегда Глаза прозрачные Как вода и к ней подойти он не смог Не смог поскольку Нету Но есть барабан Пусть голова седа Безумно Правда Так это ли беда И каждый день На площади у башни Гремит тревожный марш Тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум Чехол в углу скрывает знамя балка, Навек застрявшие в ссылках пауков из темноты. Погасит лампу рука приятных снов, приятных снов. И каждый день в площади троп звучит, Пока у барабанщика сердце стучит. Пьется, значит, люк, а больше ничего и нету. От него все тише стучит барабан сердце. Пьется, тише стучит барабан сердце. Все мы знаем, что москвичи, особенно коренные москвичи, Они не все одинаковые, поэтому не обижайтесь, пожалуйста, если что. Отличная сессия, повышенная стипендия, Нет ли меня, нет ли меня. Хорошая работа, высокая зарплата, Нет ли меня, нет ли меня. А ты говоришь, квартира, машина, дача, говоришь. А я говорю, тебе фигу, а ты чего-то плачешь. А ты говоришь, можешь, надо только захотеть. А я говорю, боюсь, случайно в космос улететь, А космос не для меня. Прекрасная столица, искусственные лица, Нет ли меня, нет ли меня. Колесный парус алый, филинки коры встала, И нет ли меня, нет ли меня. Больше у бизнеса бы, политика, Кругом одни понты, что бы я делал здесь. Ой, блин, если бы не ты. А ты говоришь, можешь, надо только захотеть. А я говорю, боюсь, случайно в космос улететь, А космос не для меня. А что для меня? Путевка в улюбинск. На две недели Плюнуть рук, Плюнуть на все, Рукой махнуть И уехать, Если хочешь, можно вместе. И велосипед, И велосипед, И велосипед, Трехколесный, Космос не для меня, Не для меня. Давайте я попробую завершить первое пиене. Человечек, это иголка, А жизнь в яртицелях пластинка, От музыки в горле горько, Но под языком сластинка, Дорожки, что кроме ада, А может быть, куча рая, Матичек звучит, что надо, И голка скользит до крат. Шшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш Пердится вся планета Роб первый, второй, третий Я думал, лечу под двести А вышло, стою на месте Время лежит свое тело И тело трясет, как груша Ничего себе завертело Вот-вот и выкусит дух Пора Походить из круга 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 пора Сколько еще осталось Множество или малость Музыку не задушишь А мне нравится зубки куш Я вообще не остался Натягивал в сторону друга И что-то я заигрался Пора выходить из круга Пора выходить из круга, пора Человечник — это иголка, а жизнь вертится, как пластинка Я думал, кучу под двести, а вышло, стою на месте Мотивчик звучит, что надо, иголка скользит до края Сколько еще осталось? Спасибо О том, что будет после перерыва, я даже подумать боюсь Спасибо 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 Спасибо